да и решила посмотреть сначала на их окончании в общем вот получилось если брать что ты считаешь окончанием ну я тут брала два символа на конце слова сначала вот и получилось 100 как бы групп 100 разных комбинаций букв да но потом я этот список разделила на три и значит какие три списка учетами тут все вот на несклоняемые именно то есть те которые заканчиваются на и и у вот потом это первый список второй список имен которые заканчиваются на гласный и третье имена которые заканчиваются на согласный вот смысл общая логика моя была в том что имена которые заканчиваются на согласный собственно у них основа это все слова вот те которые заканчиваются на гласный основы соответственно все слова без последнего в символу. Вот. И, значит, вот у меня получилось три группы этих санскритских имён. И взяла вот эту третью главу, на которой всё время что-то пробую делать. Из третьего тома. На самом деле, если тебе интересно, уже есть обновлённый вордовский файл вычитанного текста. То есть, я не знаю, имеет ли это значение для тебя, но какое-то энное количество сотен ошибок там поправлено. То есть, это файл, где... Ну, где русский текст более чистый, чем тот, с которым ты работаешь. А. А, ну, наверное, я посмотрю, если можно на него. Да, конечно, можно. Он буквально на днях был завершён. Значит, взяла тут третью главу, тут её, как всегда, почистила. Вот. И проверяла каждое слово из этой главы. Значит, во-первых, сохраняла слово, если оно уже в одном из списков, то есть в списке несклоняемых имён. И... А несклоняемый список ты, значит, взяла все на ИИУ. И сколько там получилось все на ИИУ? Так, сейчас скажу. Где можно посмотреть сводную статистику? Вот. Значит, 1374 штуки. Это, значит, несклоняемый. Хорошо. Кстати, нет. Там вот в этом списке я обнаружила, что некоторые имена повторяются. И на самом деле там не 9460... То есть там нужно убрать как бы дупликатов, получается, да? Да, вот там на самом деле не 9460, а 9011 имён. То есть из 9011 значит несклоняемых 1300... Ой-ой, это... Так, сейчас... Тогда сейчас здесь сделаем по-другому. Ты хочешь, конечно, там синтаксис немножко нарушен, да? Ну да, это я еще до того, как поняла, что тут имена повторяются. Ага, я все понял. Может, тогда сейчас... Сейчас могу тут это сделать. Тут у меня уже это есть сейчас. Так. Я хотел сказать, что у тебя отличное выступление, отличный английский, и я послушал четырех других докладчиков, и ты звучала наиболее уверенно. Даже если ты не понимала, что ты на самом деле хочешь сделать с Махабхаратой, но звучала очень убедительно. Спасибо. Ну, что я сам не понимаю, чем до конца хотим, поэтому это нормально. А насчет корпусов, их действительно в мире больше нет. Параллельных были попытки, и они были заброшены. Просто, чтобы ты сама понимала, нету корпусов, были... Американцы пытались, дважды пытались, дважды обломались, никто больше даже не пытался. Да, понятно. Я еще вот на днях разговаривала с Дмитрием Владимировичем по скайпу, и он как-то в общем очень хочет, чтобы это потом все еще в конце применилось как-то к выравниванию. Ну, конечно. Поэтому смысл в том, что, чтобы не подвести Дмитрия, так сказать, тебе придется очень много, что еще сделать. Да, я знаю. Расстроишь. Вот. Да. Ну, в общем, сначала вот это. Значит, вот тут получается 1330 несклоняемых имен. 1330 несклоняемых. Хорошо. Остаются остальные. Коих тогда получается сколько у нас? Ну, так, сейчас. За вычетом получается. Что у нас получается? С каким количеством слов мы реально работаем? Потому что еще неизвестно, возможно, в списке несклоняемых надо его смотреть, открывать и проверять интуитивно это действительно несклоняемые или нет. Это еще это предположение, но можно ли его так обобщить на весь список сразу? Это еще интересный вопрос. Ну, в общем, если вычесть вот эти два числа, получается 7681 склоняемое имя. 7681 склоняемое. Хорошо. На какие подгруппы ты разбила этот список? Ну, вот, которые заканчиваются на согласный и на гласный. Согласный и гласный. Сколько согласных из этого? Сколько гласных? Так, значит, на гласный 6451, ой, 415. Ага, гласный. Угу. И получается 1260 на согласный. 1260 на согласный. Так, эти ты разбила на какие? Подгруппы? Эти у меня пока просто обрабатываются. Хорошо. А какие под... Ты... Что ты хочешь дальше сделать? Значит, дальше я... Можно вопрос? Да, пожалуйста. А как ты... Вот у тебя был текст главы, а как ты выделяла, ну, то есть русские слова отделяла от нерусских, а санскритских? С помощью стаймера? Ой, секундочку, я выпущу кота. Не выйти. Она запустила кота в луп, и он не может выйти оттуда. Это код Шрёдингера. Да. В общем, да, это всё происходит здесь. И, в общем-то, значит, в первую очередь вот этот подписал комментарий, сохраняем слово. Ты даже документируешь код, это превосходно. Если оно где-то ты научилась, но это здорово. Код с документацией. Значит, сохраняем слово, если оно в списке, не склоняем их имён. Ну, это самое, то есть, первый простой шаг. Сохраняем для чего? Сейчас я пытаюсь понять. Проверяем каждое слово из текста. Проверяем насчёт чего? Ну, то есть, если оно в списке... Мы сроканавливаем его не в склонении, или что? Нет, я имею в виду, то есть, если оно... Проверяем каждое слово в тексте, и если видим какое-то слово, и оно в нашем списке несклоняемых имён, соответственно, оно нам нужно, потому что оно... Это значит, что это санскритское это имя, и мы его сохраняем. Лидия, из того, что ты видишь, у тебя сразу возникли такие же мысли, как у Евгении, что мы в этом куске кода ищем именно склоняемые слова. Я просто... У меня, в принципе, ваш вопрос резонный, зачем мы его сохраняем, если оно уже есть в списке, но я поняла, что мы как бы его берём для последующего анализа. Я так, наверное, думаю... Ну, да, то есть, допустим, у нас вот задача, у нас есть текст, и мы должны найти в этом тексте все санскритские имена. Вот. Для удобства мы их можем называть заимствованиями. Хорошо, заимствованиями. Заимствованные слова, да. Вот. Потом, значит, ну, продолжаем проверять каждое слово, и... Сейчас скажу. Если начинается на какое-то... Вот если... Вот в списке имён, которые заканчиваются на гласный, я удалила этот последний гласный у всех имён, вот, и получились как бы такие основы. Вот, то есть, вот в этом... Ты хочешь сказать псевдо-основы, или прям-таки основы? Ну, сейчас покажу. Ой, не то, не то. Вот. Ну, то есть, имена без последнего... Последней одной буквы, или без чего? Без последней одной гласной буквы. Угу. Вот. Дальше ты смотришь, что если... Если слово, которое мы проверяем, начинается на вот эту основу, и при этом не содержит или содержит... Ну, здесь в зависимости от твоего условия, то есть, например, первое... Если оно не заканчивается на мягкий знак, и длина у неё... и длина больше на один символ, вот, то, значит, сохраняем это слово. Ну, в общем-то... И слово не в исключениях. Ну, да, здесь ты несколько... Я так по несколько... Парадигм. Много всяких. Иф. Да, здесь вот это вот уже идут парадигмы. Они тут, кстати... Ну, не все, конечно, ещё есть. Это просто вот под те, которые именно из этой главы. Я с них решила начать. А, значит, я тут ещё ввела список исключений. Вот здесь вот. Потому что... В общем, встречаются какие-то такие имена, у которых, если убрать последнюю букву, получается как будто какой-то... Ну, например, там может быть мен. Есть такое имя Мена. И он проверяет слово «меня», убирает у него последнюю букву и говорит, о, значит, это санскритское имя. В смысле, он обычное нормальное местоимение делает санскритизировать, да? Ну, да. Ну, потому что вот из-за того, что вот этой последней буквы нет, она должна их как бы сопоставить. Вот. Могу сразу сказать, что чтобы каждый раз не вспоминать, что это за парадигма, перед каждым веткой ифа надо написать человекопонятный комментарий, про что это парадигма, что тебе самой каждый раз не вспоминать, что там значит. Да, хорошо, конечно. Я просто когда... Ну, здесь у меня ещё они тут не все. Ну, понятно, да. Да, я дополню. В общем, хочу сразу сказать, что получилось из этого. Значит, вот я так проверила все вот эти слова из этой третьей главы. Получился вот такой список слов. Сейчас, 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 сейчас. И так вот этот себе писал комментарий. А ты потом покажешь, нам же интересно. Да. И я взяла слова, которые сама отобрала, то есть, эти, заимествования, которые сама отобрала из этой главы. Вот они в этом у меня текстовом файле. Вот. И, значит, сравнила, что в этом автоматическом списке есть, а чего нету. Вот. И получилось, что не хватает в автоматическом списке всего пяти слов и всего два лишних. То есть... Подожди, лишних в твоём списке? Лишних вот в автоматическом. То есть... То ты называешь автоматическим. Ну, вот этот, который... Сгенерированный на основе Соренсена. Да. Список девяти тысяч, это список личных имён Соренсена. Так? Да. И что ты хочешь сказать, что... Насчёт путём и паром, я не пойму. Ты хочешь сказать, что в списке... Нет, это же не из Соренсена, это из главы. Это из третьей... Это на основе третьей главы сгенерирован список, и он только два слова воспринял как санскритизм. Да, да, да. Путём и паром, и паром. Ложно. В смысле два слова? Ложно, да. Ложно сработал, да. False positive. Да. Вот конкретно с этими двумя словами, вот с русскими, да, с лишними паром и путём, я ещё не придумала, что делать, но я думаю, что придумаю, не знаю. Я не могу понять, чем они такие особенные, в смысле они вроде как... Ну, видимо, вот я даже сейчас могу... Просто я думаю, что здесь было бы здорово, если бы мы подключили словарь или там русский корпус и сразу же отметали слова русские, которые есть. Да, да, я думаю, что в итоге что-то такое придётся сделать, потому что... Интересная идея. Сейчас я хочу... Аналогичная. Да. А мы можем сейчас запустить на примере более крупного кусочка. Ты там ему скармливаешь одну главу, а если дадим больше, там может быть будет сотни таких вот путём паром. Ну, я думаю, что да, поэтому сначала нужно решить это... Сначала нужно решить это на, допустим, одной главе. Хорошо, да, я понял. Вот я сейчас хочу... Так, сейчас спустим. Посмотреть. Ну, видимо, есть какой-то имя, Можешь сказать начало, у тебя было. А, да, да. Надежда. Который начинается на пар, вот, и... А здесь что ли нету регулярок, что ли, в Note 2? Нет, есть. Да. А вот есть. Так, значит, пар, потом... Ой. Ты хочешь найти слово, начинающийся на пар? Да. Ой. Потом что-то мечет. Ты хочешь найти слово, ты хочешь найти слово, ты хочешь найти слово, ты хочешь там долго прыгать. Так, сейчас я тебе скажу, как начал найти... Ты недооцениваешь количество слов в санскрите. Не хочу учиться. А, вот, кстати. Да, вот, Пут. Какое-то такое имя есть, просто Пут. Вот. И он, вот, как раз по моему, этому алгоритму, такой, встретил слово путём в тексте. Вот. И... Так как ты отбрасываешь две буквы, получается, в конце. И вот он по вот этому, такой, увидел, что на конце М, и длина этого слова как раз меньше на два, и слово не в исключениях, и такой, ну, точно санскритизм. Ну, вот, то есть тебе Лидия предлагает, значит, проверять на наличие, что, получается, в русских словарях обычных, или что ты предлагаешь Лидии? Ну, взять этот русский, вот этот open corpora, который использует этот, господи, в пайморфе, который подключают, и в нём просто находить вот это слово. Там же все словоформы есть в русских. Если она не находится, то оно нам не... В смысле, если она находится, то оно нам неинтересно, если не находится. Вот у меня какой вопрос? Хорошо, допустим, 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 Евгений даже подключить русский словарь, проверить, но а как сделать так, чтобы в тексте мы находили санскритское слово пут, которое я сейчас попытаюсь найти, я не знаю, кто там за герой такой. Радж-пут какой-нибудь. Не знаю, даже сейчас попытаюсь выяснить, то есть смысл в том, что снять это ложное срабатывание мы можем, но тогда, получается, оно вообще не будет находиться, получается. Понимаешь, чем я говорю? Не-не-не, пут, вот просто пут точно будет находиться, потому что пут... А, вот мы это проверить, если там вообще, сейчас жаль, что у нас нету всех книг, вот надо записать задачу, значит, мне, например, проверить во всех книгах, во всех книгах наличие несклоняемого пут. Получается, будет неприятности со всеми трехбуквенными словами? Нет. Ну вот... Вообще, от количества букв в слове тут ничего не зависит. Ну, прямо. Ну, прямо. Нет, ну... Потому что вот он же вот эта программа сейчас проверяет, вот она берет слово из текста и проверяет. Если оно начинается на какое-то слово из наших списков, санскритских слов, вот, то, значит, там еще проверяй несколько условий, если подходит, то бери. то есть ему... неважно, трехбуквенное это слово или пятибуквенное. в общем, вот с этими словами, которые паром путем, допустим, мы еще что-то сделаем там с русскими словарями, с опенкорпорой, тогда они отметутся. Вот. Но есть еще слова, которые... ой, меня слышно? Да. Да. Но есть еще слова, которые... которые заведомо санскритские, но не имена собственные. Это да. Но я сейчас имею в виду, что есть слова. Самадхи это не имя, поэтому в списке Сёренсена никогда не будет. Самадхи присутствуют в нашем списке триста восьмидесяти тысяч санскритских слов. И там самадхи, конечно, есть. Другое дело, что пранаяму там не будет, там будет пранаяма. Ну вот вопрос, а нам же нужно доставать и самадхи, и пранаяма. Хотя это уже не именное энтити, но это все равно и народное энтити. Да. Да. Получается, мы хотим их... Но вот есть список. Тогда, кстати... Триста восьмидесяти тысяч слов санскритских слов. Вот. А можно его получить? Конечно. Ты записываешь себе вот этот пунктик где-нибудь карандашом или файл или как угодно, что ты хочешь прогнать самадхи по списку триста восьмидесяти тысяч слов. Этот список есть в текстовом файле. Он лежит в Google в Google Drive лежит и ждет тебя. Я надеюсь, это мой кот бьет другого кота на улице, а не моего кота бьет на улице. Ой. Тут страшные звуки наносится. Так. Ну тогда ладно. Может быть, этой проблемы еще и не будет. Ну смотри, я говорю, это решит проблему самадхи, но пранаяму это не решит. Ну это пранаяма. Ну, а эту проблему решит этот кот. Он же... Вот. Вот. Интересно. Значит, у нас в словаре будет слово Веда, но точно не будет слова как бы плюралиса. Вед русского плюралиса там не будет. Это не должно быть проблемой, да? Ну да, это я еще напишу там одно if, и тогда это не будет правильно. Ты сразу пиши, как бы ты не оставляй это на потом. А я это уже вот написала сюда. Хорошо, извини, я не обратил внимания, да, хорошо. Да, что-то еще можно сказать? Ну, собственно, я что-то не думала об этом списке из 380 тысяч санкаристских слов, поэтому придумала. А ты придумала долгий путь мучительный? Да. Ну, расскажи, как ты придумала, мы хотя послушаем, нам же интересно. Ладно. Может быть, в твоей идее есть что-то, чего нету в списке. Сейчас я постараюсь на тебе список. Значит, я подумала о том, чтобы брать все слова с большим буквам и уже их как-то чистить на предмет того, что это русские слова или они уже у нас отобраны или не отобраны. И искать для них лему в наших списках, те, которые новые слова с большой буквы. Вот, а если лема не находится, то есть, если, допустим, это слово нет никаких списков, но оно санскритское может быть. Вот, то мы подключаем анализатор, вот, берем какой-то здесь уже, конечно, сложный этап начался, короче, берем какой-то его анализ, да, там, допустим, где он говорит какой-то падеж, там число, ну вот с падежом он как-то, ну вот, в общем, насколько я помню, когда Дип Павлов тогда описывала, он только с лемами так очень плохо справлялся, а вот с падежом, числом и родом как-то, ну там, более-менее. Совершенно верно. Да, берем, значит, анализ этого слова и предлагаем лему вот на основе этого анализа. Ну, я не знаю, в общем, я так поняла, что я сейчас еще подключу этот список из 380 тысяч слов и потом посмотрим, что останется. Сейчас у тебя список этот дам, как бы ты, да, рассказывай дальше, я тебе сейчас найду его и дам. Да, посмотрим, что останется и, ну, конечно, все равно будут какие-то эти слова, которые там не вошли в выдачу или которые лишние и тогда уже еще раз подумаем, что с ними делать. Лидия, есть ли у тебя вопросы, уточнения? Анализатор, ты имеешь в виду анализатор, который разбирает, ну, типа, MySTEM или Pai Morphe, да, то есть вот этот имя? Ну, я вот, да, но я на самом деле подумала вот о Дипавлове, потому что он лучше всех справился, вот, и тут как раз уже вот его выдача, ой, сейчас. Еще у него тут есть такой тег одушевленность, вот, мне кажется, очень хороший тег, потому что можно будет, допустим, если он какие-то слова еще не возьмет, проверять анализ какого-то предложения и смотреть все слова, которым он приписал тег одушевленности и проверять, как бы, сохранили мы их или нет. Пока смысл все слова, Так, и тогда вот мы будем находить ошибки в разборе Дип-Павлова. Так, и что делать дальше тогда? Нам тогда нужны эти ошибки как-то учитывать. Что мы будем делать? Или это пока слишком далекий шаг? Ну, я вот не думаю, что как-то получится автоматически выявлять, ошибка это или не ошибка. Ну, в принципе, я пока надеюсь на то, что вот с этим списком новым, большим, получится как-то... Ну, в общем, сделать так, чтобы, например, вот эти все пять слов, которые сейчас не вошли в этот список, у него войдут, допустим. Вот. А от вот этих вот русских слов избавиться с помощью, там, вот OpenCorp или что-нибудь такого. Смотри, Евгения, вот тебе Excel-овский файл. Попробуй его сразу скачать. Вот, кстати, мне вот тут такая мысль пришла. Вот, например, он даёт, там вот, например, вайшампаяна, да, вайшампаянный, да. То есть, как проверить, правильно определенное или нет. Взять то, что он сгенерировал, и посмотреть, существует ли, употреблялось ли такое слово где-то. Если мы, например, поищем слово вайшампаянный, мы его нигде не найдём, ни в одном тексте. Но такой вопрос... Я боюсь, что в гугле мы всё найдём. Ну, по крайней мере, там указатель. Пробую его скачать, там большой файл просто. А это здесь... Я предлагаю его скачать. Все вкладки нужно смотреть, да? Для начала я предлагаю его скачать. Пацан. Это сводный список всех слов в санскрите на основе 33 словарей. Угу. Так, вскрываю. А вот тут РУС и РУС новая колонки. Там разные сортировки. Там есть, значит, один список отсортирован по русскому алфавиту, а другой просто соответствует чётко Деванагари. Угу. И, соответственно, Сёрнцыну. Сейчас твой компьютер ляжет. Да, походу. Нет, вроде открывает. Сейчас, подожди немножко. Так, и сейчас я попробую найти ссылку на обновленный текст третьей книги. А здесь я даю обновленный текст третьей книги. Более чистый, чем тот, который был изначально. Чтобы ты понимала, насколько эта работа Евгения важна, я расскажу пример из жизни. Значит, на русский язык переводится в древнеиндийский эпос. Есть два древнеиндийских эпоса. Рамаяна и Махабхарата. Так вот, Рамаяна издано частично. Ну, где-то половина. И вот переводчик Махабхараты, 75-летний, значит, профессор Васильков говорит, что этот перевод почти бесполезен. Знаешь почему? Почему? Потому что у него нет указателей. Понимаешь, что если ты доведешь начатое до ума, ты сможешь изменить способ и пользу, проделываемой другими людьми работы. То есть, мы сможем сделать справочные разные вещи. И из классно переведенных книг мы сможем сделать не просто классно переведенные книги, а научные издания, понимаешь? Поэтому это не просто ради нашей забавы. Тут огромные объемы текста. Ни один человек это руками обработать не может. Чтобы ты понимала, что это все имеет огромное прикладное значение. Ну, а если это станет частью русского корпуса, ну, это будет приятный бонус. А, понятно. Так. Где Excel? Ну, он тебя, видимо, испугался размера Excel. Ты же дважды нажала на него, да? Да, уже давно. Ну, у меня на компьютере 20 мегабайт на Excel открывается сразу. У тебя, похоже, маленький ноут в смысле. У меня просто очень засоренный. Так. А может, ты все-таки не нажала однажды на... Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Падаю темно. Много действия, наверное, не получится. Ну, главное, что у тебя теперь есть другой, не хватающий, предположительное звено. Да. Вот сейчас точно нажала. Так, это мне открывается этот документ. У тебя открывается, да. У тебя еще вот какой-то неправильный. Как неправильный? Что значит, 365 это какой-то онлайн, что ли? Нет, это у нас университет предоставляет полный пакет вот этих вот всяких Excel, которые по студентов. Да. Ну, вообще, по-моему, все новые офисы, начиная от там, по-моему, от 15-го, что ли, или от 16-го, называются офис 365 предоставляют. Ну, короче-то они там, да. Неправильные. Неправильные, да. С такими большими файлами надо работать в Excel 2003 и в Word 2003. Нет. Такой баланс между новыми Excel и старыми, это вот у меня 13-й. Такой еще не успевший на подписку перейти. еще, который требует активацию, но... Нет, все, что было после 2003-го, это недоразумение. Так, ну, собственно, тут видно, что крайний правый список у нас... Так, это Соренцена, тебе надо 384, получается. Тебе надо в другую закладку. И толпы Соренцена. Соответственно, ты берешь столбик B. Хотя там, конечно, будет какое-то совпадение с какими-то русскими словами, скорее всего, но уж как будет. Ну да, посмотрим, что... что выйдет. Ну да, и тут же будет еще и одновременно санскритские буквы, в смысле алфавита, там, ЧА, ВА, БА, которые опять же будут совпадать с русскими словами каким-нибудь. Ну ладно. Путем методов. Как бы тыка будем проверять. В общем, это классно убираешься, да. Да, сейчас добавлю вот эти вот слова туда, тогда посмотрим, что он вытащит. Вот. Давай. Ну, тебе, наверное, ляжет, если ты добавишь только слов, ну... Нет, ну, если прям сейчас добавлю их... Понятно, кого... Это мы просто оставим, как это, на будущее. Ну вот. А ты же можешь свой вот этот Jupiter Notebook импортнуть в коллаб Google? Там же Google-то побольше мощностей выделяет вроде бы. Ну да, конечно. Ну, я тут уже все это перекопировала, вот, собственно, в коллаб. Но... Нет, на самом деле, вот этот Jupiter Notebook, он тоже нормально работает, просто конкретно сейчас. Нет, я имею в виду, чтобы разгрузить твой комп, потому что Jupiter, он же тоже ресурс требовательный, ну, более-менее. Да, у меня еще на Google-диске просто занят 15 гигабайт из 15. Короче, она поняла, что она все везде исчерпала, и теперь она... Тебе надо еще один аккаунт на Google завести. Я уже и у чужого-то заняла все там место. Так что как-то... Так, и все. Фотографии и видео заняло все место, все рабочее место. Нет, там никаких фотографий и видео, только учеба. Да прямо... Только... Еще скажи, только код, только код. Нет, не код, конечно. 10 гигов кода. Только учеба. Да у нас по 100 таблиц всяких этих онлайн на каждый предмет, поэтому... Сейчас я на 2 минуты отойду. Да. Просто Лидия, наверное, имела в виду, что в этом самом коллабе она тоже смогла посмотреть, что там происходит. Да, а я скину. Угу. Ну, я правильно понимаю, что ты сегодня прям таки плотно посидела? Ну, нормально посидела, да. В смысле, что тебе поверить в новые свежие мысли? Ну, да, пока знаю, что делать. Угу. Здорово. И на какое число у вас стоит защита? Пока не на какое. Угу. Ну, я не удивлюсь, если нам еще про нее скажут, там, типа, за 5 дней до нее. Ну, хорошо, если не за 5 часов. Да. У нас что-то в последнее время любят в последний момент все говорить. Угу. Что где-то месяц-полтора-два, да? Ну, да, наверное. Я думаю, что должны, ну, вот, хотя бы там подвинуть, наверное, на недельку или две, потому что, ну, все подвинулось. Ну, да. То есть, получается, сейчас, пока не началась подготовка к экзаменам, самое лучшее время, чтобы это дело допинать. И правильно понимаю? Да, конечно. Ну, здорово. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Хочешь решить путем добавления русского корпуса, да, получается? Или как? Или что? Ну, вот это... Или все эти пункты связаны с проблемой Мена-меня? Ну, вот, конкретно Мена-меня и вот Найя-Над это уже решила вот добавлением вот этих исключений. Ну, я думаю, я уверена, что вот этот список исключений он еще будет пополняться. Угу, я понял. Я здесь. Евгений, тогда расскажи, пожалуйста, какие твои планы? Ну, планы, значит, добавить вот сюда в словари в списке в санскритских... Ну, точнее, это будет еще отдельный список санскритских слов. Ну, да, получается, помимо имен собственных ты добавишь список обычных санскритских слов. Хорошо. Да, вот сюда еще напишу отдельный for. Угу. Вот, и тут будут вот эти сейчас санскритские слова проверяться. и я думаю, ну, еще допишу сюда всякие другие случаи, другие окончания. Это так только... Хорошо. И у нас есть попытка, вероятность, что ты выложишь в коллаб? Или все-таки там совсем закончилось место и выкладывать некуда? Нет, ну, я вот уже что-то что-то туда уже заоплодилась, потому что... А вот у меня вопрос. Да. Вот, я так понимаю, что, ну, ты как бы сейчас насоставляла несколько парадигм, да, которые ты в ифах используешь. Вот. Может быть, имеет смысл, ну, их как-то еще формализовать, типа как, в письменном виде, в виде формул, в смысле как а-ля математические формулы, и дописать их, например, в стеммер. Не знаю, надо это или нет. Типа попробовать сделать еще то же самое, только с тем, с теммером? Ну, да, то есть дополнить теммер новыми парадигмами, то есть... В смысле, одновременно пытаться в два направления, или что ты имеешь в виду, Лидия? Я имела в виду, то есть вот у Евгения сейчас получается определить, ну, вручную парадигмы заимствований, то есть какие, на какие классы их можно разделить. Мы можем эти, соответственно, парадигмы добавить, попробовать в стеммер, и может быть, это как-то упростит задачу, или никак это не поможет? Ну, я на самом деле пока что-то не представляю, как вот это в стеммер вставить, потому что у меня здесь завязано на том, ну, вот этих вот началок слов, там, допустим, вот, с чего слово начинается, здесь важно, вот, чтобы проверить. А с чего оно начинается, в смысле, я не вижу, где оно задано. Вот еще раз, вот слово у нас берется из текст-03. Текст-03, это еще раз, какой список, вот чуть-чуть, может, да, вот. Да, это вот, это просто третья глава. Вернись к фору. Так, чуть-чуть выше, да, чтобы начало, да, вот, отлично. Дальше ты смотришь, есть ли слово в списке несклоняемых, если есть, ты его там куда-то кладешь до дальнейшего распределения, иначе проверяешь. Да, а дальше проверяем. Иначе ты смотришь все слова в списке, которые оканчиваются на согласную, да, и если слово из списка, оканчивающееся на согласную, если оно содержится сначала, да, да, содержится сначала в слове из головы, и последний символ не мягкий знак и длина слова отличается из кого-то слова и из списка отличается на один. Да, и слово нет в исключениях, тогда мы его уберем. Ну, то есть, на основании вот этого того, что ты написала, в принципе, то есть тут уже некая прослеживается, ну, как формула, ну, то есть некое уравнение, то есть тут я уже вижу. Вот. Я вот к чему. И у тебя здесь я вижу, что сейчас посмотрю, вот первый цикл и второй хочу сравнить, они ну, они на самом деле отличаются только вот вот этим. потому что ну, вот список, вот этот список STEM, это же слова, которые заканчиваются на согласный, вот, цинкредские имена, то есть это как бы слова целиком, они, я там не убирала никакие последние символы, а вот этот список слова, да, и я там убрала этот последний гласный. Вот. просто может быть попробовать как это можно с помощью, как это можно вот то, что ты пишешь с помощью ифа, как это можно записать с помощью регулярки и добавить в STEM и не знаю, прогнать список через STEM и ну, то есть сделать так, чтобы по вот этим вот парадигмам они склассифицировались. Вот. и посмотреть вот, ну, то есть сколько будет на вот это первое правило, сколько будет на второе, на третье, на четвертое. Что ты думаешь на этот счет? Я, кажется, всех запутала. Так, я просто, ну, вот так, если просто как-то представить, пока не очень представляю, как это сработает, вот, ну, наверное, можно открыть этот STEM посмотреть, где он тут был. Это вот, имеется всегда вот этот вот, который портер, да? Да. Так, сейчас. Ты можешь ее даже закрыть, в смысле нажать на нее. Сильно мешает. Ну, это я просто к тому, что я просто думаю, как можно помочь, ну, классификации, выявление, выявление каких-то зависимостей, ну, то есть, ну, может быть, чтобы нам больше автоматизировать, где-то что-то упростить, да, вот именно. Ну, то есть, грубо говоря, Евгения выявила пять парадигм на основе одной главы, а в жизни их пятьдесят, если она каждый раз будет выявлять пять, то она будет долго мучиться, в этом плане, ты имеешь в виду? Ну, что-то, да, что-то в этом вроде, да. Евгения, ты понимаешь, о чем мы говорим? Да, понимаю, но на самом деле, ну, вот, они, вот эти вот, как бы, парадигмы, ну, у меня тут не то, чтобы парадигмы, просто... Ну как, у тебя по сути парадигмы, ну... Ну хорошо, парадигмы... Всевдо парадигмы, но парадигмы... Зачатки. Да, зачатки парадигм. В общем, они же не то, чтобы как-то неожиданно так взялись, можно просто их все возможные прописать сюда. Нет, я понимаю, что ты опытным путем путем добавляла, пока осталось то, что осталось, там, четыре, пять слов. Да, ну, то есть, я имею в виду, я же тут, вот, например, не пишу ами, ями, еми, и все такое, а мне просто нужно вот это вот ми, а ми, оно универсальное. Ну, я понимаю, ну, в смысле, это даже, ну да, хорошо. Покажи, какие у тебя планы, значит, как ты видишь дальнейшее развитие. Ну, вот как... Допустим, у нас дан месяц, вот с сегодняшнего дня нам дан месяц, потому что потом ты начнешь готовиться к экзаменам, еще что-нибудь, там дан месяц, значит, это значит 30 дней. Вот что-то, как ты представляешь себе? Потому что, если мы не хотим расстроить, так сказать, твоего научного руководителя, то это лишь малая часть того, что надо еще сделать. да, то есть у нас получается 10 мая, да, допустим, вот, мы берем 10 мая, вот, нам нужно, грубо говоря, каждый день понимать, что мы делаем, чтобы это все сдвинуть с места, даже раз в неделю недостаточно, то есть тут прям надо иметь какой-то план. Опять же, мы же можем повторно обратиться к Борису, Борис очень отдельные вещи подсказывал, потому что то, что ты сейчас пытаешься сделать, это как раз, если я правильно понимаю, некоторые заплатки, вот твои псевдопарадигмы ми, м, в мягкие знаки, это некоторые псевдопарадигмы, это то, что он нам пытался и подсказать, сделайте костыли, вот тоже попытка костылей, но это же надо показать, какие у нас костыли, какие проблемы, но сейчас ты попытаешься решить сама проблему, скорее всего, мы где-то в другом месте обломаемся, поэтому, в общем, нужна обратная связь, для этого прошу тебя одно, не пропадай, потому что я предлагаю сейчас интенсивно на это насесть, иначе мы просто не успеем. Вот Борис же в последнем письме он отвечал, что в Пайморфе есть, как скажем, ну типа, или в Депавлове, или в Пайморфе как интеллектуальный анализ выявления парадигм, то есть автоматически, вот мне вот все, вот эта идея копнуть покоя не дает. Так это он имеет в виду то, что, ну вот, я тогда скидывала списки. Изначально, то, что Евгения, по-моему, изначально кидала. Да, 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 вот. Ну, то есть там совсем лажа? Ну, ну да, ну не то, чтобы совсем лажа, но просто там непонятно, как вот эту вот лажу, ее разрешить. да, то есть, как бы там накидано большая помойка, и непонятно, как к ней подступиться, как облегчить ему жизнь. Да, поэтому... Получается, здесь заново изобретаем то, что там уже работает, для того, чтобы пошагово зафайн-тюнить. Ну, мне пока вот эта идея больше нравится, потому что тут что-то получается, кажется. Хорошо. Тогда расскажи вот свое видение, например, ну, вот на следующую неделю, до 17-го числа. Так. Я предлагаю делать по два созвона на неделе. Значит, допустим, не знаю, вторник, и там, не знаю, пятница, чтобы просто, чтобы не было пропаданий. То есть, нам не надо, каждый раз на час, иногда, возможно, 10 минут достаточно, просто, чтобы понимать, что есть реально какие-то сдвиги, или та же проблема остается той же проблемой, а значит, мы должны учиться задавать вопросы более умным товарищам. Давайте, допустим, вот во вторник, кстати, до вчера созвонимся, тогда к этому моменту я сделаю как раз то, что сказала. Хорошо. Хорошо. Итак, озвучь свои эти 8 пунктов с комментарием, чтобы мы с Лидией тоже поняли. Ну, во-первых, значит, я добавлю отдельным списком вот эти 380 тысяч слов. Да. Вот. Потом дополню вот эти парадигмы, чтобы было более полное. Вот. Не только под случай... Играясь на более крупном кусочке текста. Да. Допустим, возьму ну, или возьму какие-то еще главы. Ну да. А не только эту третью. Да. Вот. То есть, у нас есть третья книга, из третьей книги ты взяла третью главу. Но возьми несколько глав одновременно. Ну да, в общем, увеличь объем. Да. Вот. И тогда, по идее, должны, должна убраться вот это, ну или почти убраться. Теоретически, да? Да. А вот с этой я как-то с русскими словарями, наверное, разберусь. Хорошо. Этот шаг, что ты, наверное, разберешься, у нас где-то сейчас задокументирован, он в списке твоих восьми пунктов присутствует? Нет, но он... И тогда прошу его задокументировать. Евгения, ты смотрела, видела документации к PyMorph, как работать с корпусом, ну, с помощью питона? Это я к тому, что проверять по словарю, просто если, допустим, ну, там есть какие-то трудности, то я с ним работала, ну... Хорошо. А нет, то есть, если что, там какие-то вопросы, там как, где там, что найти, там написать, я для этого здесь, да. Спасибо. Будь более proactive. Вот, то есть, если есть какие-то технические, там, заморочки, там, то есть, для этого есть я, потому что, может быть, допустим, я с первого раза могу не дать ответ, но я как инженер, я буду знать, как это, не знаю, правильно сформулировать технически, там, вот. вопрос в том, как поставить, сформулировать проблему, потому что у нас нет задачи сейчас решить все проблемы, но сформулировать мы уже к этому моменту уже должны. И веди, пожалуйста, эти примеры тогда в скобках, это самое, сейчас, Таня, у тебя есть, потом они уйдут, и оставь их как примеров, то есть, это опять же, для твоей окончательной работы тебе нужно показывать стадии. Вот это вот. И этот, и порой путем, и всех разных, как бы, что реально получается, тебе нужно на всех стадиях всегда примеры приводить. Да, сейчас. Иначе ты потом поймешь, что когда все прекрасно заработает, что тебе нечего описывать, а описывать надо и все провалы. То есть, сейчас получается, это временной, да, вот output, а потом он уйдет, но пусть он будет, как напоминалка тебе. Хорошо. Значит, прошу тебя занести отдельным пунктом, выложить все на коллаб. А я уже, в принципе, выложила. Значит, Лидия имеет к этому доступ? Я сейчас скину ссылку на папку свою. Пожалуйста. Так. Сейчас я тут проверю. не знаю. Да, вот оно. Лидия, мне прям нравится то, что я сегодня вижу. Не, ну, это уже, как предметно, то есть, мне парадигмы нравятся. Мне тоже. Да. Так, а можно я отключу экран, потому что-то все виснет? Да, да, да. Можешь вообще даже нас выключить временно, и потом я могу заново, мы тебе можем заново позвонить, если что. Ну, попробуй с нами. что сейчас я, сейчас без экрана. Я пока видеоканал отключу, может, так легче будет. Ну, можете это тоже отключить, да. Так, это вот тут? Потом Евгения сможет сказать, что она написала махабхарат на коленке, то есть, обработку махабхарата, то есть, на компьютере, который умирал, но не смотрел на это. Я еще попробую, я, мне тут, поскольку, накидали я тут работаю, в общем, я-то на карантине не скучаю, но я, мне все-таки, да, мне хочется залезть, залезть, посмотреть по поводу той фразы, что в PyMorph есть умное определение парадигмы на основе корпуса, то есть, на основе выданного массива. Я попытаюсь добраться до этого кода и посмотреть, как он это делает. В Депаулове это было. Вот. И попробовать вычленить, что-нибудь еще оттуда, что может нам помочь. Эксперименты. Ну, да, экспериментальная научно-исследовательская часть. Хорошо. Хорошо. если есть какие-то там идеи, чем я могла бы помочь, предположительно, со вторника должно быть, наверное, посвободнее. у меня нету, но пусть... Я просто сейчас, вот сейчас, когда Евгения расшарит тебе папку, я просто хочу увидеть ее список и сперва понять ее мысли. возможно тогда. Что, список? Ну, в смысле, сперва сейчас расшарь папку, потом я тебе, потом поговорим. Спасибо. Продолжение следует... 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 Это интересно. Тогда, Евгения, запиши этот момент, что нам нужно быть более настойчивым с морфером и напомнить ему о себе. Потому что он изначально был заинтересован. В смысле, он был отзывчив, заинтересован, поэтому надо подзабыла. У него же там какой-то связанный с санскритом. Он на основе залезняка строит все, поэтому об этом все нам не требуется. Ну да, и может быть, как-то можно у него там напрямую нельзя скачать. Как-то может подрубиться к его API, там у него для питона как-то есть. В любом случае, с ним надо разговаривать. Ну да. То есть у нас есть, например, тогда Евгения, значит, разговор, допустим, там до следующей пятницы, мы хотим попытаться добиться ответа от... То есть, в смысле, ты хочешь пнуть меня, чтобы я написал письмо Морферу, это раз. И в пятницу, допустим, можем пригласить Быкова, чтобы он оценил... В общем, нам надо получать фидбэк. То есть, мы все равно уже давным-давно буксуем на месте, по большому счету. Ну вот сейчас я вижу прорыв. Вот. Ну вот тоже, наверное, не бесконечный прорыв. Вот. Поэтому мне интересно услышать мнение людей со стороны. Ну да, тогда уже во вторник мы тогда уже решим там, с кем дальше разговаривать. Да-да-да-да-да-да-да. То есть, как бы у нас есть Морфер, у нас есть Быков, и у нас вообще есть Борис, который всегда быстро отвечает, и какие-то принципиальные вещи опять же, можем ему показать, переспросить, в своем ли мы уме или изобретаем велосипед. Ну, пожалуй, все. Спасибо тебе большое за то, что ты прожил. Спасибо. Все очень понятно. Если, Женя, захочешь там каким-то там что-то спросить, не знаю, техническое или там, ну, по любому поводу, там, не знаю, моральная поддержка. Спасибо большое. Напишу. Да. Ну все, до вторник. До вторник. До восьми часов. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.